Привет всем! Итак, сейчас покажу вам пустые баночки этого месяца, что у меня закончилось. И это макияж и ходовые средства, лаки и так далее. У меня сейчас нету стола, на который удобно было бы все это дело положить, поэтому буду вытаскивать из вот этой вот коробочки пакета от Сифоры. Итак, номер один, это в моем проекте был продукт, это Benefit Bunny Hop. Их кремовые тени испортились просто, начали странно пахнуть, не помню, честно говоря, когда я их купила, но кремовые тени нельзя очень долго держать. Я иногда с тенями по запаху ориентируюсь. Эти стали уже странно пахнуть, поэтому я сдалась, и теперь эту баночку я вымыла, и буду использовать для путешествий, для того, чтобы туда положить немножечко основы, которые я в настоящий момент пользуюсь. И если я куда-то еду, взять с собой маленькую вот такую вот стеклянную баночку и не тащить весь тюбик основы. Дальше. Просто вытягиваю, как попадет. Наконец-то закончился еще один вот такой вот флакон. Я вам раньше уже показывала. Это Intensive Care Galactomyces от Тони Молли. Неплохой лосьон эссенция. Больше все же лосьон, на мой взгляд, чем эссенция, потому что особого какого-то эффекта не оказывал. Мне он понравился достаточно, чтобы купить две бутылочки. Одну я уже давно израсходовала, смотрите, в предыдущих видео. Эту израсходовала сейчас. Это была достаточно большая, кстати, упаковка, 155 мл. Понравилось ли? Ничего. Но, думаю, я нашла гораздо лучше продукты, поэтому больше покупать это не буду и вам не советую. Я думаю, можно гораздо лучше найти более эффективные продукты в похожем прайс-рейнже. Дальше. Вот этого продукта я вообще фанат. Я его покупаю уже не первую, не вторую, не третью коробочку. Это Elizabeth Arden 8-Hour Cream. Должна сказать, что уже стоит на моем столике около кровати новая упаковка. И в этот раз я очень рекомендую вам покупать не вот такую вот баночку. У меня она совсем пустая. А покупать именно в тюбике, то есть, чтобы выжимать. Гораздо приятнее не тыкать туда пальцами и не портить продукт, открывая целую баночку. Фактически, это такая вазелиновая мягкая субстанция. Вы наносите ее на всякие участки кожи, где бы у вас не было шелушения или сухости. То есть, кутикула, губы, сухости какие-то на коже, на руках, на ногах, на пятках, где угодно. Этот 8-часовой крем на самом деле такая вазелиновая штука работает. Но ура уже, меня поддерживает много лет. У меня сухая кожа. Мне очень нравится использовать вот эту штуковину. У них, кстати, здесь эта парфюмированная версия. Честно говоря, нравится этот немножечко медицинский запах. Медицинский косметологический. Как в косметологическом кабинете запах немножечко. Но есть еще и без парфюмированных каких-то ингредиентов. То есть, без фрагранса. Поэтому, если у вас очень нежная, чувствительная кожа и реагирует на всякие добавки такого рода, то, конечно же, вы можете просто приобрести версию без парфюма. Здесь он есть. Меня он не беспокоит. У меня очень чувствительная кожа. Но никогда не было никаких реакций. И это я использую постоянно. Как я уже сказала, совершенно эту баночку использовала. Никогда больше не куплю в баночке. По-моему, это была глупость с моей стороны. Но там просто не было ничего другого. Основа, которую я выбрасываю, это Sulwasu. Это Perfecting Cushion в цвете 23. Эта основа у меня закончилась. Мне она понравилась все же таки меньше, чем моя основа от IOP. И, наверное, меньше, чем моя основа от WE. Хотя стоила она раза в два больше, кажется. Довольно-таки дорогая штука. Мне ее привезла из Японии подруга. Она путешествовала в Японию. По-моему, это корейский бренд, правда. Но мне понравилось. Это обыкновенный, совершенно-таки стандартный кушон. И могу рекомендовать. Но я думаю, что вам нужно пробовать разные кушоны, чтобы найти что-то, что для вас будет приемлемо. Мне показался он хорош, но не мой любимый кушон. Дальше тоже макияжная штука. Я израсходовала свой карандашик от NARS Night Series Eyeliner в цвете Night Clubbing. Это был такой черный с зелено-золотым глиттером. Очень-очень мелким, который тоже не раздражение осыпался. И не раздражал мне глаза. У меня очень нежные и чувствительные глаза. У меня на глазах была лазерная операция. И чувствительность моих глаз повысилась во много раз после этого. Неплохой карандаш. Буду ли я еще его покупать? Нет, конечно. У меня полно и гораздо лучшего качества карандашей. Но он был неплох. Несколько лаковых пустышек. У меня использованный миниатюрный лак, который у меня был в приканчивании лаков. В названии For Coral Support. Это от China Glaze. Закончился. Загустел мой малютик. Вот такой вот малюсенький флакончик от Sashvite. Когда она начинает густеть, он начинает вам съеживать лак на ногтях. Это очень неприятно. Поэтому хоть еще что-то и осталось, но я выкидываю. База для ногтей у меня закончилась. Это была вот эта вот от Formula X. Это бренд Sephora. Formula X The Fix. Пять в одном treatment. То есть для здоровья ногтей. Как бы не могу сказать, что особенно хорошо работала. Неплохая база. Но я бы не сказала, что резко отличается от других, которые я пробовала. Или каким-то образом намного лучше. Уже почти до конца добрались. Я прикончила тоже в моем проекте о заканчивании лаков. Вот этот вот белый лак от Butter London в цвете Cotton Buds. Это был обыкновенный белый. Он довольно-таки быстро скалывался. Но я рада, что я его прикончила. Покупать еще раз этот конкретно не буду. Потому что он не носился настолько хорошо, как некоторые другие белые лаки в моей коллекции. И в последнюю очередь буквально только что приконченный мною лак от Ela Masks. Опять-таки в моем проекте приканчивания лаков. Вы видите уже пустой флакончик. И это был лак под названием Facet. Несколько лет назад в осенней коллекции вышедший и хорошо мне прослуживший. Мне очень понравилось, что в нем такой то ли глиттер, то ли очень мелкий глиттер, то ли шиммер. Вот что между этими двумя. В серой базе очень красивый лак. Я бы его и купила еще, если бы он продавался. Но это была лимитированная коллекция. И поэтому его уже купить давно нельзя. Но у меня, я думаю, найдется что-нибудь довольно-таки похожее. Это все. Все мои пустые баночки. Что вы, интересно, прикончили в этом месяце. Есть ли у вас что-то, чтобы покупать еще и еще и еще. И есть ли у вас те продукты, которые у вас за кромах лежат про запас. Например, у меня всегда есть про запас Elizabeth Arden 8-Hour Cream. Кроме настоящего момента, поскольку мы переезжаем, я не стала закупаться. Но когда я его вижу, особенно если со скидкой, то я всегда беру пару флакончиков. Вот эта штука никогда не портится. В ней ничего такого, где бактерии бы могли поживиться, нет. Это все на сегодня. Всем всего хорошего. Пока-пока.